Первые вынужденные переселенцы с территории Украины ЛНР и ДНР, прибывшие 21 апреля в Приморский край, обустраиваются в пункте временного размещения в Аврангеле. На пунктах временного размещения будет организовано пункт по обмену гривен на рубли. Кроме того, там будет проводиться медицинское обследование, перевод документов и все процедуры, необходимые для данной категории граждан. Люди обеспечены всем необходимым для комфортного быта, в том числе трехразовым питанием. Не забыли и о домашних питомцах. На входе работали ветеринары, которые осматривали животных, записывали на прививки, раздавали корм и прочие принадлежности для четвероногих членов семей. Посмотрели, как вам? Номера устраивают. У нас семья большая, как бы нас на два номера все устраивает, все хорошо. А сколько у вас? Чего? Девять человек. Я с мужем и пятеро деток, и мужа с сестра с сыном. Уютно, прекрасно. Да, сразу понравилось. Самое главное, мы все вместе, одна семья, пятеро, все вмещаемся здесь. Все есть. Вам тоже нравится? Да, мне нравится. Уютненько, спасибо, хорошо. По словам прибывших, следующим этапом станет трудоустройство. Многие из приехавших имеют востребованный для Приморья специальности и опыт работы. Сейчас в качестве предложений, таких серьезных, уже более-менее продуманных, выбрано 324, кажется, там вакансии, и они каждый день еще и пополняются. Вот. И на каждого человека, вот, который здесь приехал, трудоспособного населения, ну, возраста, приходится от двух до пяти предложений. Вот. Оно по зарплате разное. Есть и от 25, и вплоть до 150 и выше. Какие это должности? Ну, должности или профессии. Это электрогазосварщики, крановщики, вот, портовые. То есть, это то, что связано с такими промышленными предприятиями. Для детей подготовлены места в детских садах и школах. С первых дней с ребятами начнут заниматься местные педагоги. В образовательной программе «Уроки русского языка и истории российского государства». Предусмотрены занятия с психологом. Параллельно образовательной в последующем запланирована и культурная программа. Юные переселенцы познакомятся с выставками в музеях и спектаклями в местных театрах. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.